Всем привет! Спортсмены – это люди с железной силой воли и непреодолимой тягой к победе. Ну и в таком серьезном деле, как спорт, часто происходят по-настоящему смешные, курьезные и даже опасные ситуации. Сегодня я собрал лучшие из них, чтобы вы увидели их первыми. Итак, поехали! Прыжки в воду с вышки – по-настоящему красивый вид спорта. Во время такого прыжка спортсмены выполняют ряд акробатических действий, и, как правило, выглядит это очень эффектно. Но эта девушка явно не рассчитала свои силы и вместо красивого кувырка просто плюхнулась в бассейн, да еще и отлетев на полметра. Каждый спортсмен мотивирует себя на победу по-разному. Кто-то перед стартом упорно разминается, кто-то слушает на путстве тренера. А вот у этой девушки, как видим, свои собственные методы. Перед забегом она танцует, прыгает и активно гримасничает. Но зато такое поведение, как оказалось, помогает. Она с легкостью обошла всех своих конкуренток и заняла первое место. Авторалли – спорт для настоящих мужчин, поскольку он совершенно непредсказуем и требует от водителей выдержки, внимательности и отваги. Мало того, всегда надо уметь скоординироваться в нужный момент, поскольку от этого может зависеть твоя жизнь. Посмотрите только, как одна ошибка привела к ужасным последствиям. И как все гонщики вместе выходили из этой проблемы. Думаете, прыжки в длину – это не такой уже и травмоопасный спорт? Тогда что вы скажете, глядя на эти кадры? Спортсменка при разбеге сделала неправильный заступ, что привело к ее плохому прыжку и, как следствие, травме лица. Вот уж так цепочка событий. Обычно девушки в современном мире стремятся всеми путями избавиться от нежелательных волос на теле. И особенно это касается профессиональных спортсменок, которым явно такой аспект очень мешает. Но есть и те представительницы прекрасного пола, кто вообще не обращает внимания на проблему растительности на теле. И вот вам наглядный тому пример. Не спешите радоваться чему-то раньше времени. Ведь иногда даже несколько секунд вашей жизни могут стать решающими. Как видите сами, этот парень нарушил это негласное правило, за что и поплатился своей победой. Зато его сопернику уж точно повезло, так повезло. Иногда, чтобы добиться желаемого, нужно пройти сквозь боли слезы, каждый раз демонстрируя жизни свое упорство и трудолюбие. Эта девушка явно из тех людей, которые всегда добиваются своего. Посмотрите только, как она преодолела свое неудачное падение на показательных выступлениях и все же достигла поставленной цели. Хоть и со сломанной ногой на руках у тренера. Чтобы запомниться публике и получить самые высокие баллы у судей, спортсмены неустанно придумывают все новые и новые, технически совершенные элементы своей программы. Вы только посмотрите, какой сложный трюк демонстрирует эта юная девушка, поворачиваясь спиной к перекладине. Просто дух захватывает. Важным фактором в спортивной гимнастике еще является то, как ты закончишь свой номер. Девушка, которую мы сейчас видим на экране, после выполнения ряда сложнейших трюков, приземлилась всем телом прямо на маты. Но она не растерялась и тут же поставила очень эффектную точку, подняв одну ножку и натянув носочек. Прямо как будто так и планировалось. Не могу сказать точно, что чувствовала в тот момент эта девушка, когда резинка с растяжки ударила ей между ног. Но точно могу предположить, ощущения не из приятных. Я бы даже сказал, очень болезненные. А у кого-то из вас случались подобные эпик фейлы? Если да, то поделитесь с нами в комментариях. Друзья, как думаете, сколько нужно тренироваться, чтобы оточить в себе такое мастерство? Мне кажется, у этой девушки ушла на подготовку вся жизнь. Ведь научиться так мастерски владеть своим телом невероятно сложно. И вообще даже не верится, что так может обычный человек. Предупреждаю заранее, от просмотра данного видео у вас может начать болеть шея. Шучу, конечно, но если только представить себе, какую боль при падении пережила эта гимнастка, невольно становится больно самому. Дело в том, что в момент приземления она сильно упала, подвернув шею. Так и перелом можно было с легкостью получить, если и не хуже. Но вроде бы все закончилось благополучно. Забыл сказать, что в профессиональном спорте еще многое зависит от тренера. И надо отметить, что эта спортсменка явно может полностью положиться на своего наставника, причем не только в моральном плане. Посмотрите только, с какой самоотдачей он бросается спасать свою подопечную. Девочке точно повезло. Думаете, случайностей не бывает? Тогда как по-другому объяснить данное видео? Исход игры волейбол для одной из команд оказался совершенно неожиданным, ведь мяч соперникам на поле был заброшен случайным образом. Видимо, у кого-то голова была крепкая. А вот этот ролик однозначно понравится всем любителям футбола. Только посмотрите, как метко мяч залетел в верхний угол ворот, что его даже вся команда смогла достать далеко не с первого раза. Зато парни повеселились от души. Иногда неосторожность и размашистость в движениях может закончиться настоящим провалом. Особенно, если ты находишься на ледовой арене под лучами прожекторов и пристальным присмотром огромной публики. Да, не повезло этой фигуристке. Мало того, что упало больно, так еще и, видимо, придется за декорации сломанные платить. Друзья, будьте поаккуратнее, чтобы подобное не случилось с вами. Казалось бы, ну что может случиться на искусственном горнолыжном склоне? Ну разве что спортсмен может как-то неудачно упасть. Но не тут-то было. Как вам такое развитие событий, когда прямо позади вас с высоты падает большой дрон, который записывал соревнования на видео? Тут только одно добавить можно. Хорошо, что на голову не упало. Согласны? Уверяю, такого вы еще не видели в боксе. Прямо во время спарринга один из спортсменов начинает необъяснимый танец, а второй, не теряя возможности, бьет его прямо под их, тем самым вырывая победу. Его реакция, кстати, тоже весьма впечатляет. Безумные глаза и яростный крик. Встретишь такого где-нибудь в переулке? Так можно испугаться на всю жизнь. Вот сейчас даже представлять не хочу, что пережил этот парень на поле. И уверен, мужчины меня поймут. Ведь нет ничего хуже получить летящим на скорости твердым мечом в свое интимное мягкое место. Бр, аж мурашки по коже пронеслись. Судя по видеокадрам, парню пришлось ой как несладко. А вот еще один пример того, что не нужно ликовать о своей победе раньше времени. Велосипедист заранее очень обрадовался, что приехал к финишу первым, за что и поплатился зрелищным падением и последним местом в заезде. Обидный проигрыш, ничего больше и добавить. А вот некоторые спортсмены вместо активной разминки и моральным настроем перед выступлением никак не могут понять, что же ей мешает. Этой девушке явно некомфортно в ее прилипающем купальнике. В отличие от своей напарницы, она его постоянно дергает. Спортивная девушка, качающая свою пятую точку в зале, нереально привлекательна. Спорить не будете, ведь правда? И парни, тренирующиеся в том же спортзале, просто не могут удержаться, чтобы, проходя мимо, не проявить какой-то знак внимания. Но не всегда такой поступок может оказаться успешным. Животное на поле во время проведения матчей – вообще отдельная история. Но сегодня вы увидите этого любвеобильного пса, который остановил всю игру и привлек к себе слишком много внимания. Ну как на такого милашку сердиться? Ведь он вызывает исключительно положительные эмоции. Заметьте, вы наверняка сейчас даже улыбнулись. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.